МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа с главными событиями вторника. Вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какой должна быть журналистика? В Казани прошел всероссийский радиофестиваль. Выборы главы республики и капитальный ремонт многоквартирных домов. Очередные изменения в законы внесены на 28-й сессии Госсовета. Чувашия территория научной инициативы. В Чебоксарах прошел молодежный научно-образовательный форум. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Состоялась очередная 28-я сессия Государственного Совета Чувашской Республики. Удостоверение и значок народного избранника получил ректор Чебоксарского кооперативного института Валерий Андреев. Он работал в составе парламента предыдущего, четвертого созыва. Мандат был передан ему после досрочного прекращения полномочий депутата Ирины Калентьевой. Еще одно кадровое известие из парламента. Должность заместителя председателя комитета по социальной политике и национальным вопросам заняла депутат и олимпийская чемпионка Елена Николаева. Напомним, должность освободилась после назначения Игоря Кушева председателем бюджетного комитета. Всего в повестке дня 28-й сессии значилось 18 вопросов. А самый актуальный – внесение изменений в закон о выборах главы Чувашской Республики. Законопроект, представленный министром юстиции Надеждой Прокопьевой, уточняет полномочия территориальных избирательных комиссий, запрещает принуждать муниципальных депутатов ставить подписи в поддержку кандидатов и устанавливает сроки на подачу документов на регистрацию кандидатов. Также проектом закона вводятся процедуры досрочного голосования. Данные поправки в целом были поддержаны депутатами Госсовета. Однако без прений не обошлось. Мы хотим, предлагаем Госсовету понизить норму муниципального фильтра для предстоящих, на предстоящих выборах главы республики до 5%. Как вы знаете, в 2012 году, по-моему, мы обсуждали эту поправку, Госсовет там принимал норму в 7%. Значит, но мы исходим здесь из реального расклада нашей политической ситуации в Чувашской республике и здравого смысла. Значит, ни одна политическая партия, за исключением одной, так, в частности, Единой России, не обладает в органах местного самоуправления не то что 7%, а даже 5%. Муниципальный фильтр – это процедура сбора подписей депутатов муниципальных образований в поддержку кандидатов на должность главы региона. Данный показатель утвержден федеральным законом, но согласно нормативу каждый регион вправе сам установить уровень муниципального фильтра от 5 до 10%. В 2012 году чувашские парламентарии большинством голосов поддержали отметку 7%. На этом совещании пришли все-таки к мнению, что остановиться на золотой середине на 7%, чтобы не перегибать палку, потому что федеральный законодатель все-таки эту вилку представляет. То есть остановиться на 7%. Данный вопрос дальше рассматривался на кабинете министров, рассматривался на профильном комитете у Старственного совета и было, уважаемые депутаты, абсолютно большинством поддержано. В настоящее время этот закон еще в действии не применялся. И менять, например, то мнение, которое, закон был принят вами буквально совсем недавно, и который еще не прошел апробацию, я думаю, об этом говорить как-то совсем, наверное, даже и некорректно. Активное обсуждение вызвал проект изменений в закон Чувашской республики о регулировании правоотношений в сфере проведения капитального ремонта многоквартирных домов. В основном речь идет о регламентировании работы регионального оператора и осуществлении контроля его деятельности. Мы понимаем, что то, чем сегодня занимается региональный оператор, начиналось с ноля. Тот комплекс проблем, который на сегодня стоит перед региональным оператором, он очень большой. Начиная действительно, как у правильного скандала России, сейчас стоимостью от комиссии банков за прием денег от населения, там кончают стоимостью по доставке. Просто физически 261 платежное поручение надо доставить. И у нас на сегодня при высокой стоимости доставки почты России, к сожалению, нет альтернативы. Физической альтернативы нет, которая обеспечит практическую и качественную доставку этих извещений. Вопросов масса. И поэтому я думаю, что это изменения законопроекта, которые мы сегодня принимаем, они будут не последними. Оба законопроекта были приняты в первом и втором чтениях. На сессии были обсуждены и другие вопросы. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Развитие инфраструктуры связи, повышение качества передачи данных, эти и другие вопросы обсудили на встрече глава Чувашии, директор макрорегионального филиала «Волга». Цель встречи – подписание трехстороннего соглашения между Минкомсвязей России, Чувашской Республикой и компанией «Ростелеком». О совместной реализации инвестиционных проектов. С апреля прошлого года на обслуживании у «Ростелекома» 148 тысяч таксофонов, а также 21 тысяча пунктов коллективного доступа в интернет по всей России. Чувашия не стала исключением. Недавно задачу поставил, чтобы изыскать дополнительные источники по дальнейшему развитию нашей инфраструктуры, для того, чтобы и городской житель, и сельский житель не ощущал никакого дискомфорта, чтобы они могли управлять этими информационными технологиями с любой точки. Сейчас же никакой проблемы нет, даже деньги перечислять селяне, вон сидят дома. Контракт возлагает на оператора универсального обслуживания предоставление услуги передачи данных на скорости не менее 10 мегабит в секунду. В первую очередь в Чувашии оптика придет в 19 населенных пунктов Комсомольского района, ориентировочно во втором-третьем квартале 2015 года. Ключевые задачи – это то, что мы должны покрыть сетью оптических линий малонаселенные пункты от 250 до 500, и постараться на вот этом, на очень хорошем оптическом хребте, сделать большие проекты, безопасный город, системы оповещения, то есть те, которые уже дают несколько иное качество – и жизни, и качество безопасности. Рассчитываю, что наше сотрудничество будет крепким. В Чувашии почти 80 населенных пунктов уже подключены к интернету оптическими каналами связи. Еще в 161 поселение необходимо провести провода. По мнению специалистов, весь проект можно реализовать за 8-10 месяцев. Юлия Важенина, Евгений Анитимов, Республика. Завтра в Чебоксары прибудет настоящий поезд будущего. До этого уникальная экспозиция на колесах, передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД останавливался в Шумерле и Канаше. С 11 по 13 февраля с историей, настоящим и будущим российских железных дорог смогут познакомиться жители столицы Чувашии. В эти дни в Чебоксарах пройдет региональная конференция объединения производителей железнодорожной техники. В ней примут участие 150 предприятий железнодорожной отрасли страны. Ожидается и приезд президента компании «Российские железные дороги» Владимира Якунина. В Чебоксарах продолжается работа по оснащению коммунальной техники системой спутникового контроля «ГЛОНАСС». Как работает система и для чего она нужна, узнавала наша съемочная группа. В настоящее время большинство техники, задействованные на уборке городских дорог, оснащено датчиками спутникового контроля. Дады по их работе и местонахождению поступают в единую дежурно-диспетчерскую службу. Мы здесь в основном занимаемся отслеживанием функционирования той техники, которая занята, ну вот если сейчас говорить о зимних условиях, то та, которая занята на расчистке территории города от выпавшего снега. Первый съем идет с 4 часов утра. Мы сразу видим картину, сколько машин вышло, в какое время вышло, по каким маршрутам они работают. Во время последних снегопадов «ГЛОНАСС» контролировал одновременно работу 167 единиц снегоуборочной техники. Чтобы оптимизировать процесс, в городе установили еще и телевизионные камеры. Мы можем практически сейчас, ну, наверное, 60, а то и 70% территории города, маршрутов в основе и так далее, мы можем видеть сразу в режиме онлайн. Как только начинается что-то где-то, мы видим, где-то там заторы, где-то остановилось движение, еще что-то там. Моментально начинаем принимать меры, посылать туда соответствующую технику, специалистов, для того, чтобы все это было налажено. Специальные пункты наблюдения за работой спецтехники оборудованы в ОАО «Дорекс» и в управляющих компаниях. Это помогает повысить уровень качества выполняемых работ и усилить дисциплину среди водителей. Говорят, трактористы, ну, я там убирал и так далее. А мы ему говорим, так, да, ты был, но ничего не делал. Видимо, перекуривал там. Отлынивать не получится, да, потому что видно. И, допустим, директор управляющей компании, он может посмотреть. И глава администрации города может посмотреть, и глава района может это посмотреть. Пока система ГЛОНАСС установлена не у всех компаний. Данную проблему в городской администрации решают поэтапно. Однако в сравнении с соседними городами наша столица занимает лидирующие позиции в пользовании системой. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. От их деятельности зависят судьбы не только отдельно взятых людей, но и целых государств. 10 февраля в России отмечают День дипломатического работника. Многие школьники мечтают о карьере дипломата. Подробнее в нашем сюжете. Выбрать будущую профессию в 16 лет – задача не из легких. Это понимают не только выпускники, но и преподаватели. Именно поэтому учеников старших классов готовят к выбору профессии основательно. Помимо прохождения тестов на профориентацию, сегодняшние старшеклассники с большим интересом относятся к специализированным курсам. В этом году в столицу Чувашии приехали преподаватели из МГИМО, которые провели мастер-класс для потенциальных студентов. Очень важно правильно ребят сориентировать. Может быть, кому-то это и не нужно, потому что все вот «О, международные отношения, МГИМО, МГИМО». А это достаточно сложная и серьезная работа, которая накладывает определенные ограничения на жизнь, на дальнейшую судьбу и карьеру. Поэтому чем раньше ребята об этом узнают и сориентируются, тем будет лучше. Поэтому профориентационная цель – это одна из самых основных. Как официальный представитель государства, дипломат в любой ситуации должен демонстрировать высокий уровень самоконтроля, острый ум, выдержку и политкорректность, подчеркнул Андрей Емелин. Это не каждому дано. Впрочем, это понимают и сами родители. Даже если мой ребенок, пройдя обучение в этой школе, решит для себя, что это не его стезя, и не выберет эту профессию, я считаю, что это тоже большое достижение, это большой плюс. Он поймет, чего он не хочет. Значит, следующим этапом, следующим шагом будет правильный выбор. Для того, чтобы сделать правильный выбор, у слушателей школы дипломатии есть как минимум два года. Этого времени вполне достаточно, чтобы определиться не только с направлением, но и с учебным заведением, считают педагоги. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. Памятники павшим в Великой Отечественной войне есть практически в каждом российском городе или селе. Тогда их ставили современникам, а сегодня к обелискам приходят благодарные потомки. И по сей день в каждом бронзовом, мраморном или гипсовом извоянии видится чей-то дед, отец, брат, сын, друг, односельчанин. Вот только время стирает их черты. Памятники ветшают и разрушаются. К 70-летию Победы Министерство культуры Чувашии намерено провести реконструкцию исторических объектов. В Чувашии, по предварительным данным, в косметическом и капитальном ремонте нуждается 167 обелисков и памятников. Больше всего объектов в Красночитайском, Марпасадском и Ядринском районах. В каждый район мы будем выезжать и смотреть, осматривать техническое состояние памятных мест. На сегодняшний день паспортизировано 1164 памятников. Общее состояние таково, что где-то в порядке 20-25% этих памятных мест подлежат, они в неудовлетворительном состоянии, можно сказать, подлежат текущему ремонту. В Мариинско-Посадском районе всего 65 памятников. 22 из них требуют косметического и капитального ремонта. Со съемочной группой мы объездили обелиски и монументы в селе Шоршелы, в деревнях Малое и Большое Камаево и в городе Марпасад. Видно, что их состояние на сегодняшний день, особенно в деревнях, требует ремонта. Покосились и выцвели ограды, с памятников осыпается штукатурка и краска. Некоторые, возможно, придется перенести на более удачное место. Мы планируем, согласие глав сельских и городского поселения, что вкладываться будет поселение и будут привлекаться спонсорские средства, а также будут привлекать население, которое неравнодушно к этой дате. Также благоустройством будут заниматься обязательно образовательные учреждения. Есть патриотические клубы, которые активно участвуют и в организации клумб, и расчистки территорий. 15 марта будет составлен полный список памятников, нуждающихся в ремонте. И как только позволит погода, можно приступать к работам. Анастасия Лангина, Андрей Шоклев, Республика. По традиции в Чувашском государственном институте гуманитарных наук в эти дни проходит итоговая научная сессия. Она приурочена ко Дню российской науки. Ученые института ведут большую исследовательскую работу в области гуманитарных наук. Предметом подробного изучения становятся особо важные факты события в области истории, археологии, языкознания и других дисциплин. В итоговой сессии участвуют и коллеги из других регионов. Обмен опытом и дискуссией по важным направлениям помогают найти вектор развития гуманитарных наук. Молекулярная кухня, танцующие роботы и карнавальные костюмы будущего. Чего только не придумают молодые ученые. Более ста эрудитов республики приняли участие в молодежном научно-образовательном форуме «Чувашия. Территория научной инициативы». Знать основы органической химии не просто полезно, а жизненно необходимо, считает Константин Репин. Доцент кафедры химических технологий уверен, за его изобретением будущее. Целых 8 лет он разрабатывал уникальный по своей структуре лекарственный препарат. Молодые ученые химико-форуметического факультета Чигуни-Ульянова, они многие занимаются поиском этих соединений, которые обладают антимикробной, противотуберкулезной активностью. Мы сотрудничаем с ведущими научными центрами в России. Путь от синтеза до лекарства составляет около 10 лет обычно. И, конечно, должно пройти много тестов, много проверок, чтобы лекарство уже вышло на рынок. Пока у нас идут доклинические испытания наших веществ. Сегодня Константин стал лучшим молодым ученым Чувашии в области естественных наук. А эти ребята пока не получили свою награду. Вероятно, их заслуги на научном поприще будут оценены чуть позже. Сегодня мы представляем робот на мобильной платформе. Данный робот уже используется в военных целях. Это, допустим, для того, чтобы, находясь мы в безопасном месте в штабе, мы могли отслеживать места, где, например, располагаются противники. Или либо для того, чтобы выбраться из лабиринта. С каждым годом границы научных инициатив расширяются. Студенты и молодые ученые пробуют силы в самых востребованных отраслях экономики. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. В Казани прошел очередной этап Всероссийского фестиваля «Вместе радио», на который собрались представители всех радиостанций Приволжского федерального округа. Национальная телерадиокомпания была в числе участников фестиваля. Подробнее в нашем сюжете. Как изменилась радиоиндустрия за последние годы в России? Какими должны быть новости, нужен ли креатив и какой должна быть реклама на радио? Именно об этом идет речь на Всероссийском радиофестивале «Вместе радио», который проходит в Казани. Команда национальной телерадиокомпании, ведущие новостей «Таван радио» и «Национального радио» приехали сюда обменяться опытом и поучиться у мэтров российского радиовещания. Организатор фестиваля Фонд независимого радиовещания более 15 лет занимается обучением радиожурналистов со всей России. Фестиваль «Вместе радио» существует с 2002 года и объединяет более 200 региональных радиостанций. Наверное, самое главное сейчас, что вышло на поверхность, это возможность такого живого общения и именно обсуждения итогов работы года. Понимание того, что ты каждый год можешь встретиться, обсудить со своими друзьями, уже ставшими за время проведения фестиваля, но в то же время и профессионалами, и коллегами, которые могут дать действительно серьезные критические замечания. Те, кто к нам приходил еще 13 лет назад и слушал наши семинары, тренинги, теперь подавал работу на конкурс, теперь уже сами преподают. Это то, что греет душу. И, в общем, является двигателем проекта. В последние годы на фестивале стали учить не только журналистики. Вячеслав Черепахин, президент медиагруппы «Премия», поделился своим опытом в продажах рекламы в «Кризис». Как нужна была хорошая реклама, так она и до сих пор нужна. Самые большие проблемы, наверное, связаны с тем, что уменьшаются бюджеты. И поэтому мы становимся, рекламщики становятся перед таким странным вызовом, когда при уменьшившихся бюджетах рекламу нужно сделать еще более эффективную. Вот. И вообще меня это заводит. Всегда очень странно ловить себя на мысли, что я сам думаю, как же это сделать еще подешевле. Ответ простой. Да ничего не поменялось. Просто денег стало меньше. Чтобы быть успешным журналистом и хорошим продавцом, необходимо развивать в себе креативное мышление. За три часа мастер-класса Дмитрия Карпова участники фестиваля научились создавать рекламные тексты и по-новому взглянули на привычные вещи. Как изменилась журналистика за последние годы и о чем говорят в новостях сейчас, рассказал первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» директор службы информации Владимир Варфоломеев. Если говорить о журналистике в целом, с одной стороны, она стала более продвинутой благодаря технологиям, появившимся интернет, цифровая запись, возможности монтажа, возможности оперативной передачи репортажев, звуковых фрагментов, в черте откуда, в свою редакцию, выход в прямой эфир, введение прямых эфиров, непонятно из каких мест, в любой момент, это сильно изменило журналистику. Возможности наши стали шире. К сожалению, в остальном, что касается подбора тем, выбора ньюсмейкеров, особых взглядов или точек, с которых журналисты смотрят на события, это скорее ухудшилось в силу общего положения дел в стране. Оксана Очкасова, Александр Петров, Республика. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире Национального ТВ. Редактор субтитров А.Семкин